Добрый день, с вами канал Простые Решения и сегодня мы с вами продолжаем работу в векторном графическом редакторе InScape. Сегодня мы с вами рассмотрим интерфейс данной программы и научимся работать с объектами, с их заливкой и их обводкой. А также научимся суммировать объекты, группировать и редактировать их узлы. Итак, давайте для начала познакомимся с интерфейсом данной программы. По центру мы видим лист, но нужен нам только для того, чтобы понимать размеры данных объектов, а так рисовать можно вполне за его пределами. С левой стороны мы видим панель инструментов, которую мы можем использовать. Она в принципе не такая уж и большая и мы с ней постепенно разберемся. Снизу мы видим цветовую палитру и цветовая палитра используется именно для заливки данных объектов. Далее, с правой стороны мы видим поле, заливку и обводку какого-то объекта. Она может у вас и отсутствовать. Для того, чтобы вернуть, когда вы нарисуете какой-то из объектов, ну давайте, допустим, нарисую прямоугольник. Когда вы нарисуете один из объектов, нужно будет на нем нажать правой кнопкой мыши и нажать на заливку и обводку. И у вас появится вот это вот поле. Итак, ну мы с вами нарисовали уже элемент прямоугольник. И давайте попробуем посмотреть, какие у него есть характеристики. Ну, соответственно, у него есть характеристика заливка, то есть какого цвета он у меня будет. Давайте я подберу какого-нибудь зеленого цвета. Для того, чтобы настроить цвет данного объекта, здесь есть 5 цветовых схем, которые можно воспользоваться для построения определенного цвета. В принципе, можно пользоваться любими, какие вам удобнее всего. Также есть различные градиентные заливки, но мы к этому вернемся чуть позже. Кроме заливки, у каждого объекта есть еще и обводка. В данном случае у меня пока что ее не видно, но это потому, что здесь нажат крестик. Кстати, если в заливке нажать тоже крестик, то у меня полностью заливка вообще уйдет. И объект не будет иметь заливки. Также можем сделать обводку сплошным цветом, и мы увидим, что у нас появилась вот такая вот пунктирная обводка. Мы можем точно так же настраивать ее цвет с помощью тех же самых цветовых схем. Кроме этого, у обводки есть не только цвет ее, но есть еще и стиль, которым можно отнести толщину данной линии, а также можно отнести пунктир. То есть я могу убрать различный пунктир, в котором у меня будет залита данная обводка. Давайте с вами создадим еще один объект круг, и попробуем сделать ему заливку и обводку обратного формата, нежели чем у данного прямоугольника. Для этого мы заливку сделаем наоборот синим цветом, а обводку сделаем зеленым цветом. Но для того, чтобы они у нас были одинаковые, нам не нужно подбирать различные цвета. Мы можем просто перейти во вкладку «Заливка» и выбрать пипетку. Так как мы используем заливку и хотим ее сделать синим цветом, нажимаем просто на синий цвет, и у нас заливка становится синим цветом. Кроме этого, мы можем перейти во вкладку «Обводка», взять пипетку, и обводку сделать зеленого цвета. И получим вот такие два объекта, которые имеют одинаковые цвета, но в различных параметрах, в заливке и обводке. Кроме этого, различные объекты можно трансформировать. Давайте для этого нарисуем прямоугольник. Я у него удалю обводку совсем. И когда мы его нарисуем, мы видим, что у нас появляются несколько точечек, какие-то точечки у нас квадратные, и одна есть кругленькая точечка. Вот эти квадратные точечки, это называются узлы. Для того, чтобы перейти в режим редактирования этих узлов, нужно перейти на вторую вот эту вот стрелочку. Что у меня делает режим редактирования узлов? Мы можем перемещать данную узлу, вследствие чего у меня будет трансформироваться мой объект. Также у меня есть вот такой кругленький узел. За него потянув, я могу изменить тип угла данного объекта. То есть, по сути, я могу сделать прям вообще полный идеальный круг. Для того, чтобы свободно трансформировать данные объекты, нужно нажать на контур и выбрать оконтурить объект. Этим словом, мы делаем плавный контур данному объекту и можем уже свободно редактировать узлы. Таким образом, нажав на этот узел и потянув его в разные стороны, у меня будет трансформироваться полностью мой объект. И кроме этого, я могу поворачивать данный объект. Для этого мне нужно нажать на стрелочку и дважды нажать на объект. И стрелочки мои изменятся на вот такие вот скругленные. Потянув на них, я могу повернуть данный объект. Давайте создадим треугольник. Итак, я повернул наш объект. Кроме этого, я до этого уже сделал контур оконтурить объект. И мне нужно перейти в режим редактирования узлов. Что можно сделать? Можно просто взять этот узел и поставить вот таким вот образом. Но это может получиться у вас неровно. То есть, вы можете немножко завалиться вперед или назад. Кроме изменения положения узла, его можно просто удалить, нажав на кнопочку «Удалить». И у вас появятся две вот такие вот направляющие. И для того, чтобы вам получить вот здесь идеальную ровную линию, вам нужно совместить противоположные стороны. Вот таким вот образом. И у вас получится треугольник. Также можно его повернуть. Или если у вас здесь немножко завалилась вершина, вы можете взять и, в принципе, подправить вершину. Давайте с вами создадим стрелочку. Для этого мы с вами добавим сюда прямоугольник. И, по сути, нам останется только взять и склеить эти два объекта. Для этого я просто выделю эти два объекта, зайду на вкладку «Объект» и нажму «Сгруппировать». И у меня получится вот такая вот стрелочка. Но, если я создам ей обводку, давайте сделаем ее другого цвета, мы увидим, что обводка создалась двум объектам. То есть, по сути, это теперь не единый объект. Это два склеенных объекта, у каждого из которых есть своя обводка. А я, допустим, хочу получить вот стрелочку как единую фигуру. Для этого давайте я вернусь немножечко назад и разгруппирую данные объекты. То есть, опять, теперь это у меня вот такой вот прямоугольник и треугольник. Давайте я для пущей видимости сделаю его другого цвета. И если покажу, если мы просто берем и ингруппируем, то это у нас вот такие два склеенных объекта. То есть, мы просто взяли и два объекта просто склеили. А мне нужно, чтобы они у меня слились воедино. Для этого... Так, давайте опять разгруппирую. Для этого мне нужно выделить эти два объекта, нажать на вкладку контур и создать его сумму. Обращу внимание, что также есть здесь разность, пересечения, исключающие или разделить и срезать контур. Ну, в данном случае мне нужно просто их суммировать. Теперь это стал один объект, которому я могу сделать обводку. И увижу теперь, что у меня обводка создалась всей вот этой стрелочке. Теперь давайте возьмем и вырежем из вот этой стрелочки какой-то круг. То есть, я давайте рисую обычный круг, уберу у него обводку и помещу его в центр вот этой стрелочки. Выделю эту стрелочку с этим кругом и нажму на контур, разность. И у меня вычтется из вот этого вот стрелочки вот этот вот кругляшок. Ну, так как у меня создастся новый контур, то есть, по сути, здесь ничего не находится. То есть, вы видите, тут у меня пустота, да? Тут тоже создастся контур данной фигуры. Важно, чтобы круг находился обязательно сверху данного объекта, потому что именно он будет вырезаться из вот этой вот стрелочки. Также давайте вырежем вот здесь вот такой вот треугольник. Для этого опять создадим какой-то прямоугольник. Опять же, его оконтурим и перейдем в режим редактирования узлов. И теперь нам нужно будет стянуть два узла вот таким вот образом. Сделаем его поменьше и поместим вот сюда. Далее выделим два объекта и делаем опять контур, разность. И у нас получается вот такая вот стрелочка. А если это видео вам понравилось, ставь лайк и подписывайся на канал. Простые решения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова